здравствуйте я готова ответить на ваши вопросы если они есть привет я роман соблю корреспондент унион москве хочу вам рассказать об истории которая шокировала даже меня хотя мне казалось что кожа у меня уже очень и очень толстая смотрите я накануне отправился на брифинг спикера мид россии марии владимировны захаровой чтобы задать простой вопрос когда и при каких условиях россия вернет захваченные корабли в мс украины в ноябре прошлого года в нейтральных водах черного моря моряки дома а корабли в плену согласитесь вопрос на поверхности и любой украинский журналист и его бы задал эту историю можно показывать целиком без каких-либо комментариев потому что тут и так все понятно единственное что длилась эта вся история по сути произошел батл между мной и захаровой которая пыталась не убедить что я должен срочно записать интервью с вышинским а я вот думаю почему спикер мид россии представитель другой страны должен рассказать мне украинскому корреспонденту как не работать и с кем общаться хотя хотелось узнать совсем о другом но это еще не все вы наверное подумаете что это совпадение а я так не думаю в этот день ровно перед началом брифинга мне дали новую карту аккредитации на целый год возможно некоторые даже об этом пожалели но уже поздно вот она не уходить от недалеко уходить от проблематики я думаю что у вас вопрос сам был про это да про это про это цимболик роман агентства унион скажите а вы с вышинским встречались в москве еще нет не успел а будете ну при возможности конечно я открыт общения вы можете сделать например интервью с кирилл вышинский вам разрешат конечно дело в том что я конечно или точно я смотрел телевизор он не отвечает на главный вопрос за что ему дали медаль за возвращение крыма вот а и вы считаете это главный вопрос для украины да это вы так решили нету подождите поливали если я взялась интервью то даже не тогда не я буду определять какие вопросы главные в чем было и как было сформулировано обвинение в отношении вышинского праведливости ради на пресс-конференции после освобождения кирилл вышинский рассказывал о том что у него есть российские награды правда почему-то он так и не захотел артикулировать почему он получил медаль минобороны российской федерации за цитирую возвращение крыма но если это был честное референтум объясните почему медаль выдает российское военное ведомство по моему здесь какое-то противоречие да он рассказывает о том что он в этой части у государства украины нет к нему претензий ну знаете у нас в стране претензии предъявляют следствие кто там суд и так далее а я как простой журналист наверное могу задаться вопросом как это так а есть человек который называет себя на российским журналистом и гордится тем что получил военную награду от страны агрессора и гордится этим да у меня есть награды российской федерации я получил их за свою журналистскую деятельность эти награды в качестве предъявленной мне вины не упоминаются то есть у государства украина ко мне по этому поводу претензий нет а этими наградами ну я горжусь лично мне не интересно мнение каждого коллаборанта тем более если человек находился под следствием то очевидно сбу ему самые важные вопросы уже заново этим пусть занимается правоохранительный орган так это же самый как раз главный вопрос вы спрашиваете какие вопросы я бы задал бы я вот вы говорите я вас так нет я об этом не говорила какие бы вопросы вы задали какие вопросы вы зададите это ваше личное или профессиональное дело я задавал вопрос совершенно о другом я задал вопрос в принципе о возможности такого интервью потому что мы же видели как на протяжении нескольких лет была настоящая блокада со стороны украинских средств массовой информации в частности того которые вы представляете в отношении и в отношении общения с российскими представителями и с российскими журналистами и с российскими официальными лицами это же факт говорить что это факт по моему это перебор потому что агентство униан постоянно публикуют позицию особенно официальную позицию российских представителей и вот из этого брифинга еще до вот этой вот словесной дискуссии вышла прекрасная новость о том что мария владимировна возмущается что страны запада в первую очередь мировое сообщество но как-то не поприветствовала освобождение украиной российских боевиков которые были обменены и да сама захварова исключительно акцентируют внимание на кирилле вышинском ну согласитесь странно что когда из 35 человек по российскому телевизору показывают только одного да действительно журналиста обидеть не сложно три года в российской тюрьме просидел корреспондент украинформа роман сущенко а журналист станислав асеев до сих пор сидит в донецке на подвале но вот этих ребят это конечно не интересует потому что а ну да наши шпионы там и всякие другие плохие люди а здесь чистый журнализм а вам просто не разрешали это делать у меня теперь вопрос раз произошло такое событие которое действительно по достоинству оценили и в киеве в москве вот теперь вы можете поговорить ну например с кириллом вышинским который находится в москве он ваш коллега он доступен можете вы позволить себе сделать с ним интервью задать все главные или не главные вопросы можете или нет конечно могу но просто я вы говорите коллега но у меня же медали за возвращение к рима нету поэтому мы не проверяли это очень к вам не приходил домой ничего с того что они знают мой адрес я просто думал что я здесь вопрос задаю оказывается вы а у нас тут по-разному бывает а можно образом сейчас подождите мне тоже интересно вы у нас не так часто бываете приходит по важным событиям просто понимаете очевидно что вы занимаетесь пропагандой на 100 процентов мне кажется вы этого и не скрываете вы мотивируете украины это нормально пропагандой украины это нормально я занимаюсь информационными преступлениями это две большие разницы у меня на канале есть прекрасное видео мне горя яковенко которая сделал с его на выступление на форуме свободной россии и он там с научной точки зрения объяснял чем отличается пропаганда от информационных преступлений украинские сми не придумывали славянских мальчиков как делали так называемые российские коллеги чтобы объяснить русскому ивану и всяким другим товарищам для чего им ехать в соседнюю страну убивать я просто о чем хочу спросить вот как как вы считаете со стороны украинских средств массовой информации будет разблокирована ситуация не общение с российскими представителями государственных структур журналистов и так далее ведь вы о нас пишите но при этом вы не можете позволить себе сделать полноценное нормальное интервью это очень странно что представители страны агрессора настаивает на том что он их позиция она должна присутствовать украинских сми точно так же как и в российских федеральных но подождите чтобы это произошло на самом деле есть пути и это продемонстрировано и в крыму и на донбассе территория должна быть захвачена сначала военным путем а после этого заткнут всех вот вы готовы пообщаться с ну в частности с кириллом вышинский мария владимировна я могу отвечать за себя в данном случае вы представитель российского государства я с вами общаюсь надеюсь сбу ко мне не придет но я спрашивала другом роман я спрашивала вы можете позволить себе как представитель униан наконец сделать интервью с кириллом вышинским он ответит вам наверное и пара медаль я так думаю и про все другие на все другие вопросы вот вы можете себе позволить или не можете до сих пор можем можете может то есть такое интервью может на униан появится подождите не вопрос любой корреспондент прекрасно знает независимо от страны на которую он представляет корреспондент не все решает вопрос если бы я был главным редактором я бы сказал однозначно по моему это очевидно точно так же как сотрудники вашего департамента рядовые они не не могут ответить на все вопросы на которые отвечаете вы по моему тут все как бы очевидно и не надо здесь перекручивать я ничего не перекручу я просто мне интересно не интересно когда наконец украинские средства массовой информации я его задам прямо сейчас нашему главному редактору если он захочет это интервью и захочет кирилл вышинский возможно но появится по моему тут нечего обсуждать кстати по этому поводу я спросил у нашего шеф-редактора он сказал что интервью на из россии нужны но не с этим и здесь давайте просто представьте что вы слышите такой звук пи 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 в том-то и дело что обсуждать нечего просто у вас заблокирована была возможность публикации интервью с российскими представителями вы пишете о россии вы являетесь собственным корреспондентом в россии но при этом интервью вы не берете вы не даете возможность вашей аудитории видеть прямую речь это же я уже написал одну новость нашего брифинга когда прямая речь недоступна аудитории она приходит только в вашем изложении это очень странно потому что там на работу в информагентстве она вообще-то не предполагает оценочные мнения вот если вы зайдете на сайт униан и забьете такое ключевое слово как собственный корреспондент но в частности слова собственный то большинство новостей будут написаны мной и там есть цитаты всех должностных лиц российской федерации которые что-то говорят по поводу украины и там есть и мария владимировна есть и другие представители например начальник марии владимировны сергей викторович лавров или начальник сергея викторовича владимир владимирович путин не знаю чего они хотят они хотят чтобы вот эти вот мантры или брифинг официального спикера мид россии целиком был опубликован на всех украинских медиа ресурсах но по моему это странно кстати такое даже не делают придворные риа новости но вот сейчас может быть а как раз тот самый правильный момент когда можно что-то повернуть в информационной политике средства массовой информации и уйти от пропаганды и начать нормальную журналистскую работу будем перед тем как мы к вышли но я вам хочу сказать что обвинение он заслужил он заслужил медали не в отношении медали вы меня спрашиваете вот вы спросите кириллу вышинского я почему начала вас спрашивать по поводу интервью если вам интересно узнать про кирилла вышинского про медали про материалы про его жизнь не знаю на украине про его прибуду на пребывание на территории россии вы спросите у кирилла вышинского что же это такая за иезуитская логика у меня спрашивать про вышинского я вас еще ничего не спрашивать про меня то чем вы занимаетесь у меня другой вопрос да ну во первых в самолете в этом при пожалуйста кнопку нажмите а то не все слышат ваш вопрос в этом самолете прилетел не только кирилл вышинский там еще 34 человека которые занимались убийствами были заняты захвачены в плен в том числе граждане россии с оружием в руках возможно поэтому за 1 западе не очень как бы радуются и приветствуют этот факт потому что факт потому что эти люди террористы освобожден осуждены соответствующими решениями судов вопрос можно задать можно я просто хочу вас поправить что и те кто вернулся на украину осуждены по как раз тем обвинениям о которых вы говорите мало того я слышала их заявление они вообще и не скрывали рода своей деятельности они подтвердили то что не хотели отмечать и слышать в частности украинские средства массовой информации возможно это связано с тем что граждане украины были захвачены в плен на украинской территории они наоборот граждане украина давайте конкретно давайте конкретно я давайте вот прям конкретно мне задавать вопрос сенсов был захвачен в плен после оккупации украинского крыма и в это прекрасно знаете никто в том числе вы же прекрасно Вы знаете, что в Крыму прошел референдум? Вы же прекрасно это знаете. Вы же точно так же можете приехать в Крым и пообщаться с людьми. Они вам расскажут, почему они... Мы сейчас сорвем брифинг. Нет, а всем интересно, посмотрите, все так смотрят. Мне кажется, нам есть что обсудить. Это правда. Вопрос можно задать? Вы только этим и занимаетесь. Да нет, я с вами дискутирую. А у меня вопрос. Я здесь работаю корреспондентом в первую очередь. Я не пропагандистом, как вы думаете. Да нет, вы же сами сказали, что вы пропагандируете Украину. Поэтому это ваши слова. И это очень важно, чтобы все знали, что Украина была, есть и будет. А без вас бы об этом забыли, да? Мне кажется, некоторые в этой стране этот факт ставят под сомнение. Кто? Некоторые. Вам список большой перечислить. Не надо просто сказать, зачем мне большой список. Вы можете мне рассказать просто несколько фамилий. А кто конкретно? Может быть, у вас какие-то осведомленные источники такие есть? Только ваши. Только источники Униан, которые говорят вам о том, что факт существования Украины ставится под сомнение. Кто эти люди? Ну, однажды, я считаю, что в этой стране надо на авторите это всегда ссылаться. Президент России говорил о том, что если что, он лишит нашу страну государственности. Я запомнил. Это когда это было? Он общался с россиянами в прямом эфире. Нет, вы знаете, вы, пожалуйста, мне цитату приведите. Потому что, мне кажется, только мы и говорим от президента, министра иностранных дел и всех остальных представителей, о том, что мы хотим выстраивать отношения с суверенным государством Украины. А Крым наш. Но, слава богу, мы живем здесь и сейчас. И привести цитату таких уважаемых людей очень-очень просто. Ну, вот, например, диалог двух россиян. Один на оккупированной России части Украины, а другой в Москве. Здравствуйте, меня зовут Захар Прилипин. Я советник главы ДНР и офицер армии ДНР. У нас здесь есть ощущение, что украинская армия воспользуется чемпионатом мира по футболу. И начнут активные боевые действия, наступательные. Как вы прокомментируете эту ситуацию? Я надеюсь, что до таких провокаций дело не дойдет. А если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом. Еще раз хочу подчеркнуть, рассчитываю, что ничего подобного не случится. Да и невозможно людей запугать, которые живут на этих территориях, в Донбассе, в ЛНР, ДНР. Минский комплекс мер, Минские соглашения только о суверенной Украине и говорят. Разве нет? Этот вопрос задавал российский боевик, который здесь прячется под ликом писателя из оккупированной части Донецкой области. Захар Прилепин, когда еще его не отозвали в Москву назад. Вы прямо с Захаром Прилепиным тоже сделаете интервью. Мария Владимировна, вы не главный редактор агентства УНИАН. Вы не можете определять нашу редакционную политику. Не могу. Точно так же, как мы не можем заставлять вас говорить какие-то вещи с этой трибуны. Ну вот, еще один клиент на интервью для агентства УНИАН. Дело в том, что недостаточно слов Прилепина, которые он говорит своим коллегам о том, что там, где было его подразделение боевиков, они убивали граждан Украины. А еще рассказывал о том, что совесть его не мучает. Я вот не знаю, почему они так хотят, чтобы убийцы украинцев были услышаны в нашей стране. Ну, кстати, в этом нет никаких проблем. Ютуб всем в помощь. Кстати, про Прилепина я тоже делал не так давно видос. Вы несколько лет пишете о людях, не давая возможности ответить им на ваши вопросы и опубликовать прямую речь. Это крайне несправедливо. Это противоречит всем журналистским нормам. И это свидетельствует о том, что вы являетесь пропагандой. Вы знаете, складывается впечатление, что вы продюсером Кирилла Вышинского работаете. Извините, но я думаю, что я вам по этому поводу сказал достаточно четко. Вы меня только что хотели обвинить в том, что я работаю продюсером УНИАН. А теперь уже Кирилл Вышинского. Пожалуйста, я же только отвечаю на ваши вопросы. 7 сентября состоялся обмен, военные моряки вернулись на родину. Вопрос, при каких условиях и когда Российская Федерация вернет захваченные корабли в нейтральных водах Черного моря? А мы говорили об этих условиях, вы их прекрасно знаете. Мы говорили, если есть какие-то новые элементы, я могу их уточнить, мне о них неизвестно. В условиях, мы говорили на этом брифинге неоднократно, вы же знаете об этом. Соответствующие ноты мы отправляли украинской стороне. Еще раз повторить вам? Да, да, потому что ситуация изменилась. Я вам прямо пришлю еще раз. Я вам ссылку на эти документы, которые мы опубликовали, еще раз вам их передам. Кстати, ссылку на эти документы Мария Владимировна так и не прислала. Но речь идет о ноте МИД России Украине. Вот 25-го, я не ошибаюсь, июня, о том, что они говорили, что моряков могут освободить под личное поручительство. И это поручительство было дано со стороны Людмилы Денисовой. А корабляне якобы могут вернуть, если Украина будет гарантировать их сохранность как свидетельств или как улик, как вещественных доказательств в уголовном деле. Однако моряки вернулись, а кораблей нет. Как технически может быть осуществлен возврат кораблей? То есть вы могли бы описать процедуру? Мы ее описывали уже, Роман. Мы уже ее описывали. Мы, мало того, делали это официально, направив официальную ноту украинской стороне. Я понимаю, что сейчас, наверное, вам выгоднее делать вид, что вы об этом не знаете, но об этом знают все. Нота 25 июня этого года. Да, там описано как раз, как вы сказали, технические возможности, как можно это сделать. Там описано. Там и про моряков было много сказано, но в конечном итоге они были обменены между двумя странами, а не по алгоритму, который... А, то есть госпожа Денисова за них поручительство не вносила? Нет, да? Нет, подождите, подождите, минуточку. Можете ответить на этот вопрос? Было поручительство. Вот об этом ровно мы и написали украинской стороне в упомянутой вам же ноте. Зачем же вы сейчас это все опять переворачиваете? Зачем же вы вынимаете важнейший элемент этой истории? Ну, это просто даже уже не пропаганда, это уже фейк. Роман, держите себя в руках. Я держу, вы тоже, Мария Владимировна. А вот это интересно. Да, у нас вроде бы договор между президентом Зеленским и президентом Путиным об обмене. И моряков поменяли на людей, которых Россия хотела вытянуть из украинского плена. Но по документам они здесь это оформили, что моряков отпустили под личные гарантии в данном случае Денисовой. Факт остается фактом, что произошел обмен между Украиной и Российской Федерацией. Поручительство госпожи Денисовой имеется? Что-то про корабли. Нет, подожди. Вы меня спросили о технических возможностях, которые бы Российская Федерация описала детально. Я сказала, что они описаны детально, официально переданы украинской стороне. Вы мне сказали о том, что моряков же передали вне того плана. Я этого не сказал. Нет, вы сказали. Почему? Вы только что это сказали. Я вам сказала, что они были переданы под поручительство госпожи Денисовой. Правильно. Может быть, я что-то не так говорю? Но об этом договорились президенты двух стран. Поручительство было. Подождите. Когда мы отправляли ноту украинской стороне, мы отправляли как ведомство исполнительной власти. Вы понимаете это? Вы понимаете, что внешнеполитический курс определяется президентом нашей страны и реализуется Министерством иностранных дел России. Вы понимаете это? Можно вопрос переследовать? Нет, подождите. Давайте с этим разберемся. Потому что потом вы опять напишите какую-то ерунду. Вот еще раз. Поручительство госпожи Денисовой было? Было. Все. Об этом Денисова говорила в Москве после одного из заседаний, где продлили арест нашим военнослужащим. Что она сделала это поручительство. Но потом еще около месяца или даже больше украинские парни провели в СИЗО. Пока не произошел обмен. Но юридически получается это оформлено именно так, как написано в российской ноте. Были ли сделаны государством Украины какие-то юридические шаги в рамках предложенного механизма Российской Федерации для возврата захваченных в нейтральных водах Черного моря трех украинских военных кораблей? Если да, то какие и каким образом их можно держать? Роман, скажите, существует ли пресс-секретарь посольства Украины в Москве? Пресс-секретарь, возможно, такой должности сейчас нет. Но временный поверенный существует. Вот по шагам украинской стороны нужно обращаться к украинской стороне. Вы меня спросили о шагах отношений или предложениям российской стороны. Я вам о них рассказала. А были ли или будут ли, или как к этой ситуации относится украинская сторона, вам должны рассказать в украинском посольстве на территории Российской Федерации. По-украинскому. А вы уже русский ввели в качестве официального языка? Нет, нет, смотрите, по-русски не украина, а украина. Вот когда у вас будет введен на территории Украины русский в качестве официального рабочего языка, когда у вас начнут действовать институты русского языка, вот тогда вы будете учить россиян русскому языку. А пока работайте над тем, чтобы обеспечить людей, которые говорят и думают на русском языке, возможностью говорить и думать на территории Украины, на нем. В соответствии с обязательствами вашего государства. Как вы думаете, когда корабли будут возвращены в Украину? Когда будут возвращены, захвачены корабли в нейтральных водах Черного моря в Украине? Я считаю и знаю, здесь даже не нужно строить никакие догадки и предположения, что российская сторона передала официальное предложение Киеву на этот счет. Передано это предложение было достаточно давно. Теперь вопрос в Киеве. Теперь уже сформированы все соответствующие институты, назначены руководители ведомств. И мы ожидаем, что если этот вопрос стоит на повестке, то украинская сторона может соответствующие наши предложения рассмотреть и официально на них ответить. Это же вопрос не гадания, это вопрос взаимодействия. Предложения соответствующие были сделаны. Если у украинской страны есть свои взгляды на этот вопрос, ну, может, нам передать их. Спасибо большое. Спасибо вам. Простой вопрос о кораблях и по большому счету простой ответ. Но какая экспрессия, как много лишних слов. И теперь действительно интересно, как будет решен этот вопрос. Потому что, вообще-то, отпустив команды кораблей, Россия частично выполнила решение Международного трибунала ООН по морскому праву. И да, они тут говорят, что все на стороне Украины. Но, секундочку, между поручительством Денисовой и освобождением прошел не один день. Так и с этими кораблями могут растянуть эту валынку на долгие-долгие годы. Я сам обалдел, но выяснилось, что это еще не конец. Мария Владимировна продолжила нести русское правдивое слово. Извините, но тут вы видите, у нас такая нестандартная сегодня ситуация. Мне коллеги оперативно нашли ту цитату, которую, хотя исковеркану, но попытался нам здесь роман привести в качестве доказательства. Можно я вам ее тоже приведу в оригинале? Не в том виде, в котором, как всегда, мы читаем это в Униан, или на Униан, я не знаю даже. Прилепин. Есть ощущение, что украинская армия воспользуется чемпионатом мира по футболу. Дальше Захарова прочитала синаграмму того, что вы, собственно говоря, видели в оригинале. Ну и дальше, как обычно, вопрос интерпретаций. Где здесь то, о чем вы говорили? Вот это сколько будет продолжаться? Вот мне просто интересно. Сколько вы будете заниматься вот этими фейками? Вы хотите продолжить дискуссию? Нет, а здесь дискуссии быть не может. Вы в очередной раз продемонстрировали то, чем занимаетесь на протяжении нескольких лет. А именно дезинформацией. Вы берете цитаты, вы выбираете из них слова, выставляете эти слова в той последовательности, которая нужна вам. И формируете общественное мнение. Счет угрозы государственности это сказано было или не было? Но только в контексте наступательных боевых действий. Извините меня, пожалуйста. Кто ведет наступательные действия? Активные наступательные действия. Так извините, весь Минский комплекс мер, он про разведение сил и про разведение сторон. И именно боевые действия наносят, согласно Минским договоренностям, удар в том числе по территориальной целостности и государственности Украины. Там только об этом и сказано. Вы сейчас занимаетесь пропагандой, только российской. Я занимаюсь пропагандой российской. Подождите, во-первых, я не журналист. Давайте начнем с этого. Это раз. Это во-первых. Во-вторых, я все-таки занимаюсь тем, что привожу цитату, которую вы попытались, используя совершенно недопустимые приемы, а учитывая, что вы журналист, это недопустимые приемы, использовать в качестве подтверждения своего тезиса. Но вы взяли. Зачем же вы это делаете? Мария Владимировна, в контексте государственной государственности Украины у меня к вам вопрос. А вы за героев Новороссии молились в свое время? Что? Что вы сейчас сказали? Я спрашиваю. Вы говорите о том, что... Нет, вот что еще... Вот можно? Подождите минуточку. Что сейчас только что вы сказали? Я спросил у вас. Вы за героев Новороссии молились? Потому что высшее военно-политическое руководство Российской Федерации это делало. И когда вы говорите о том, что на России никогда не угрожало Украине, то, наверное, это странно. За кого свечки поставил, за тех, кто пострадал и за тех, кто отдал свою жизнь, защищая людей в Новороссии. Ну это же прекрасно. Но почему в разгар боев за Донбасс, за Украину, президент соседней страны молится за каких-то героев какой-то Новороссии? Да, это страна сигналов тут просто таким образом показана фактически всей российской властной вертикали, что нужно вместо Украины создать вот это вот другое образование. Да, вместо Новороссии получилось два раза по три буквы. Ну, маемо, то еще маемо. А я действительно регулярно хожу в церковь. Я еще раз прошу прощения за это лирическое отступление. В русской православной церкви молятся за мир на Украине. Странно, почему представители России обижаются. Ведь так было многое сделано российским государством, чтобы ликвидировать Украину на политической карте мира. И да, можете считать меня пропагандистом. Я буду всегда пропагандировать здоровый смысл, здоровый термин и здоровую логику. А Украина была, есть и будет. Чао. И самое главное, не забудьте подписаться на YouTube канал. Пока.